В стране со следующего месяца повышается бюджет прожиточного минимума до 341 рубля 48 копеек. Пропорционально росту показателя изменится и сумма государственных пособий. Министерство труда и соцзащиты утвердило и размеры БПМ по основным социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения – 377 рублей, для пенсионеров – 256. В Минске завершилась выставка «Беларусь. Интеллектуальная». Теперь ее маршрут – все областные центры страны. В течение двух месяцев с достижениями науки познакомятся жители шести самых крупных городов республики. В каждом будут представлены отдельным сектором достижения конкретного региона. Первые в списке – Гомель. Экспонаты начнут завозить уже 13 февраля, а сам показ будет проходить 3-4 дня. Мэр Бобруйска представил первого заместителя председателя горсполкома. Должность занял Дмитрий Максименко. В 2011 он окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию. В 2020 – Академию управления при президенте Беларуси. В 2015 работал на такой же должности в Наравлянском и Борисовском райисполкомах. Бобруйска «Громаш» продолжает укреплять позиции на африканском рынке. В рамках Белорусско-Зимбабвийского бизнес-форума холдинг заключил меморандум о сотрудничестве с местными компаниями на 2023. В его рамках продолжится продвижение прицепной и навесной техники, а также запчастей. Стоит отметить, в прошлом году компания уже поставила в эту страну ряд своих товаров. Футбольный клуб «Белушина» продолжает подготовку к новому сезону. Включает она в себя просмотр новых игроков и спарринги. Один из последних товарищеских матчей шинники провели в Солигорске, где встретились с местным шахтером. Игра завершилась в пользу бобруйчан 2-1. Следующий поединок красно-черные проведут в Могилеве. В соперниках будет Днепр.